В Киеве прошел грандиозный праздник. С 20-летием Ассоциацию Эммануил поздравили представители власти, служители церквей и простые люди. О том, как прошел юбилей в репортаже наших корреспондентов. Как миру явить доброту и любовь, чтоб каждый постиг, что здесь был сам Бог, ты был здесь. Украина празднует 20-летие Ассоциации Эммануил. Тысячи друзей, гостей и партнеров приехали сегодня в Киев на праздничный концерт, который проходит прямо за моей спиной в Октябрьском дворце на площади Независимости. Логотип организации содержит призыв «Изменим мир вместе». Как ассоциация повлияла на общество, мы спросили у людей, которые идут на мероприятие. Когда бы я не позвонила, в любое время дня и ночи мне отвечают, молятся или дают какой-то совет или телефон, связь по всему миру со всеми церквями, пожалуйста. Примерно 6 лет назад я начал смотреть «Клуб 700» по утрам. В прошлом был наркоман, падший человек полностью, ни родины, ни флага. За 5 лет в моей жизни все круто изменилось. Муж через «Клуб 700» получил исцеление, у него был перелом ноги. И прям сказал ведущий, что вы можете получить исцеление, если приложите руку на больное место. И он это сделал. И слава Богу, он получил исцеление. Я благодарна Господа, что мой сын с Богом. Он уже 4-й год в центре, и он научился разговаривать уже на раздель. Я христианин, и я прекрасно понимаю, что никто из нас ничего в мир иной с собой не заберет. Только души спасенных людей. И если это так, то поддержка Эммануила, который говорит людям о Боге и любви, это замечательная возможность послужить и Богу, и людям. В далеком 1978 году Пэт Робертсон, основатель Сибиен, христианской телерадиовещательной сети, на одном из собраний сказал, «Я верю, что скоро в Советском Союзе люди узнают Евангелие». Так появилась Ассоциация Эммануил. Главная цель этого служения – доносить вечные ценности и помогать людям в их нуждах. Гуманитарный проект стал отправной точкой в служении милосердия Ассоциации Эммануил. Галина Кучер – именно тот человек, кто хорошо помнит, как все начиналось. От летающего госпиталя до бесплатных столовых для стариков и неимущих. Поздравить Ассоциацию с 20-летним юбилеем пришли представители власти и духовенства Украины. Целое поколение молодежи в наших церквях, целое поколение молодежи во всем бывшем Советском Союзе было воспитано на мультфильмах «Суперкнига», на других замечательных программах, которые создала Ассоциация Эммануил. Огромное количество социальных проектов. И сегодня действительно хочется поблагодарить вас. Еще раз поздравляю участников мероприятия с праздником. Хочу пожелать всем искренней любви Божьей, больших благословений Божьих, счастья и благосостояния в ежедневной жизни, помощи Божьей в добросовестной работе на благо государства и украинского народа. Ассоциация Эммануил – это 20 лет телевещания на территории СНГ. Мультфильм «Суперкнига», программы «Дом живых историй», «Клуб 700», мировые христианские новости 180 градусов, H2O и многие другие. Поздравить гостей с юбилеем из Америки приехала Терри Мьюсон, телеведущая программы «Клуб 700». Она удочерила троих украинских девочек. Именно здесь Терри и ее команда «Обетование сироте» осуществляют поддержку проектов для сирот. Из-за того удочерения, которое произошло 10 лет назад, как раз Бог и вложил в наше сердце любовь ко всем тем детям, которые никогда не будут знать родительской любови. И у нас появилась мечта для организации, которая названа была «Обетование сироте». И дверь для этой организации открылась именно здесь, в Украине, потому что Стив Вебер тоже любил таких детей и был открыт в своем сердце для них. Вклад, который сделала миссия «Эммануил» и мои друзья Стив Вебер, и с кем я общаюсь, я считаю, он просто неоценим. Большое желание бежать, бежать честно, искренне, не потерять ни одного мгновения. Если вы хоть раз соприкоснулись со служением Ассоциации «Эммануил», этот праздник также и ваш. Для телеканала ТБН Евгений Новиков, Валерий Кезиков, Киев, Украина.